Побег Пелеце Каво стал возможен благодаря тому, что союз военной организации смог перевести его и двух его ближайших друзей на работу в пекарне на окраине лагеря. К тому же, в начале 1943 года нацистская Германия подписала соглашение с Красным Крестом об отказе применять правила коллективной ответственности, так что гипотетическое бегство Пелеце Каво больше не угрожало жизни других заключенных. В разработке и осуществлении плана побега участвовали все члены СВО, и план невероятным образом увенчался успехом. Витольд Пелецкий сбежал из лагеря в ночь с 26 на 27 апреля, а уже через несколько дней добрался до штаб-квартиры армии в Варшаве. В следующие месяцы он провел за составлением отчетов о ситуации в Аушицее, включая детальную информацию о газовых камерах, смертности в лагере, а также о медицинских экспериментах, которые нацистские доктора проводили на заключенных. Отчет Пелеце Каво, также известный как отчет Витольда, а также два других свидетельства бывших заключенных составили так называемые Освенцеемские протоколы. Полные и абсолютно надежные сведения о крупнейшем в истории лагере смерти. Версия отчета 1943 года была представлена командованию британской армии, но британские военные решили, что авторы преувеличивают, и отказались помочь армии Краевой освободить лагерь.